Откроем Евангелие от Иоанна, 14 глава, и прочитаем с 8 стиха. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 8 стиха. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца и довольно для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ученики ходили, ходили за Иисусом Христом, и вот возник вопрос у Филиппа. Покажи нам Отца. Христос столько времени с ними провел, и говорит, вот Филипп, вот видевший меня, он видел Отца. Христос говорит, вот посмотри на меня, и ты увидишь Бога. И как вот Христос, Он показывал людям Бога, вообще, как Он открывал людям Бога. Мы видим, что Христос, вот тут проповеди говорит, Он ходит с людьми, беседует, общается. Но мы также видим, что Христос очень много дел делал, да? Христос ходит по селениям и открывает людям Бога, показывает им Царство Небесное. Он говорит людям понятным языком, понятные истории, притчи. Вот Царство Небесное, оно подобно тому, тому или другому. И людям Он рассказывал о Царстве Небесном, Он показывал людям Бога. Более того, Он своей жизнью показывал людям Бога. Он не просто лишь только говорил, Он жизнью своей, Он показывал людям Бога. Вот Матфея, 9 глава, описывается история, как Христос идет по городу, по Палестине, сидит мытарь Матфея. Уже слово мытарь, иудеев оно пугало, потому что это был предатель, который работал на римскую власть. Мимо этого человека люди все проходили, потому что считали его предателем, и никто не хотел с ним общаться. А Христос подходит и говорит, Матфей, иди следуй за Мной. Он оставил все, пошел за Христом. В Луке описывается история про Закхея, она очень похожа, потому что тоже там мытарь есть. Сидит на дереве, просто хочет лишь бы увидеть Иисуса Христа. Христос с толпой народа идет, а говорит, останавливается, говорит Закхей, сегодня мне надо быть у тебя дома. Христос останавливался возле тех людей, возле кого уже никто не хотел останавливаться. И Христос искал тех людей, которых уже никто не хотел искать, и приглашал исследовать за ним. Так же самая история с прокаженными, да? Когда Христос идет, вот видит прокаженные зовут, он остановился, он поучаствовал в их горе и в их беде. Это те люди, которые уже и людьми-то толком не считались, они уже ничего не имели, они не могли жить в обществе. Но Христос им готов помочь, тем самым показывая, что Бог, Он готов восстанавливаться возле каждого человека. Люди привыкли видеть другого Бога, и поэтому Христа и распили, потому что не узнали в Нем Бога. Христос все эти три года служения Своего показывал людям Бога, а люди так и не узнали, потому что видели в представлении себя другого совсем Бога. Бога, который далек от них, который не слышит их, который не видит их бед, печали и переживаний. А вот приходит Христос на эту землю и показывает Собой людям Бога, Бога, который готов поучаствовать в жизни человека, который останавливается возле тех, возле кого никто не хочет останавливаться. Вникает в нужды и проблемы тех людей, которые уже беспомощны и бесполезны для людей остальных. Идет процессия похоронная, вдова хоронит своего единственного сына. Христос, написано, остановился и жалился. Он Бог, понимая, что сколько горя на земле, везде какие-то печали, горы, беды. А Христос в данной ситуации оказался в этом городе, в этом месте, на этой улице, и Он жалился. Показывая людям Бога, которым тоже жалко людей, беды людей, горе людей. И Христос, Он показывал Собой Бога, который неравнодушен к проблемам и нуждам других людей. Как важно нам с вами показывать людям Бога, всегда. И показывать не только лишь словами, проповедями нашими, песнями нашими. Нам хорошо здесь. Здесь и тепло, когда надо, и когда надо прохладно. И вот мы можем вместе пообщаться, вместе прославить Бога пением. Но как важно, когда мы выходим, чтобы мы Бога прославляли тем, что открывали людям Бога такой, какой Он есть в нашей с вами жизни. В семье, на работе, где бы мы ни были. Показать людям Бога, который неравнодушен к беде и проблемам других людей. Я помню, на космосе в церкви, когда мы там были. Вообще, когда я был на космосе в церкви, я приводил пример из Бабурки. Вспоминал. А вот здесь буду тоже вспоминать. Был такой случай интересный. Были мы утром на служении. Пришла молодая пара. Девушка уже беременна, вот-вот рожать нужно было. И парень с ней такие, оба высокие. Просидели все служение, и под конец призвек к покаянию, они и покаялись. А потом же мы уже узнавать, начали знакомиться. Оказывается, оба не имеют средств особых к существованию. Почему-то родители оказались против их совместной жизни. И отказали им во всякой помощи. В общем, они кое-как где-то приутились в комнате какой-то, в общежитии. И сидели на стометровках, там чем-то приторговывали. Подходит к ним женщина с нашей церкви. Ну, о которых бы сказали, она немножко интересная. Ну, оно видно сразу. И, в общем, она подходит и просто их пригласила на собрание. А они между собой перед этим разговаривали о своих нуждах, проблемах, как им тяжело жить. И вообще нужно к Богу как-то прийти, попросить о помощи. Ну, и размышляли об этом между собой. Вот подходит эта женщина, на которую я бы внимания не обратил, потому что видно сразу, она немножко интересная. Она их просто в церковь пригласила, и вот они разговаривались, и она ушла. И они пришли в церковь и покаялись сразу. Я думаю, Господи, так сколько людей мимо мы проходим вот так, да? Зная Писание, зная все. Оказалось так просто. Так просто подойти и просто пригласить, и просто человек пришел в церковь. Мы иногда думаем, Господи, это уже не то время, как раньше, когда люди много собирались. Но как важно нам, несмотря на ситуацию, которая есть сейчас, показывать людям Бога. Я разговаривался как-то с одним братом, он на песках несет служение. Говорит, вот у меня малая группа, мы там собираемся вместе, читаем Библию. Но, говорит, она своеобразная. Вообще церковь на песках, она своеобразная тем, что там много бывших людей, которые в заключении были. Я говорю, вот у меня группа малая, мы по 12 человек где-то собираемся. Я говорю, один я не сидевший. Все остальные где-то когда-то были. Я говорю, ну, и надо и с такими людьми общаться, заниматься, изучать Слово Божие. И они приходят туда, потому что видят там нужду, видят там, что там могут показать Бога людям. Мы иногда не замечаем просто элементарных каких-то вещей, где и как мы можем послужить. Где и как мы можем быть рядом и можем быть полезными элементарно даже на самой работе. Когда просто жизнью своей показывать доброе поведение, добрый характер, показывать людям Бога. Готовым оказать помощь в любой момент, в любое время. Я не знаю, читали вы или нет. Книжка есть «Иисус. Наша судьба» Вильгельбуш написал. Она мне понравилась. Там много примеров интересных. Ну, пастор рассказывает о своей жизни в Германии, когда вот как раз были военные действия. Еще, по-моему, до Второй мировой войны, насколько я помню. Но сама суть. Он часто рассказывает, как он то на бочку где-то становится, проповедует, то еще где-то. Но суть в том, что его город знал. Он там проповедует, там сказал, там что-то сказал, туда пошел. И вот все знали, о, это пастор Вильгельм идет. Я думаю, Господи, вот у нас, тоже у нас много, да? Знают ли нас, знают ли о нашей церкви? Знают, кто ли мы такие или нет? О свидетелях часто больше знают, да? Свидетели Сторожевой башни. Столько труда есть, столько возможностей есть, как мы можем потрудиться для Бога. Чтобы люди приходили в церковь, чтобы видели нужду в Боге. Христос вот всей своей жизни, на протяжении всей своей жизни, вот он не только проповеди рассказывал. Не только лишь с учениками время проводил, не только в синагоге сидел. Христос вот жил, был среди людей. Когда Христа спросили, вот показали ему монетку, вот кому платить, подать налог. Вот Христос говорит, да кесарево вы кесарево отдавайте, а Божье Богу. Вообще, это отдельная тема, отдельная проповедь, но а что Богу нужно отдать? Сколько процентов? Да Богу все нужно отдать. Христос и об этом говорит, что отдавайте то, что нужно кесарево, кесарево, а Богу все отдайте, потому что все Божье. Божье время, Божьи силы, Божье здоровье, которое у нас находится, все Божье. Это не значит, что я должен оставить всю работу и вот прийти и все, и только ходить по улицам. Друзья, нет, на работе это тоже Божье время, когда мы можем быть там и показывать добрый пример. В семье это тоже Божье время, когда мы можем в семье своей показать людям Бога. Где бы я ни находился, на рынке, в церкви, где бы я ни находился, всегда это время Божье, которое нужно отдавать Богу. Постараться людям открыть Бога, показать Бога, каков Он есть. Потому что во многих глазах представление Бога такое, что Бог далек от нас, Бог не видит проблем наших, переживаний. Бог где-то далеко. На самом деле, как важно нам знать истину, понимая Бога правильно, который слышит человека, который отвечает на молитву человека, который готов слушать человека и открываться готов, даже сейчас, в это время. Который зовет к покаянию сейчас. Как важно такого Бога людям показать. Для этого нужно и время, для этого нужны силы, для этого нужно понимание Писания. Все для этого нужно. И все у нас для этого есть, чтобы идти и показывать людям Бога. Даже между собой, как важно между христианами показывать людям Бога. Очень много примеров, которые Христос показал. Да, вот он беседует с Никодимом ночью. Это человек ученый. И Христос ночью не спит. Он мне говорит, ты знаешь, мне же и поспать когда-то надо. Он так не говорит. Вот они ночью беседуют, и Христос открывает Никодиму Бога ночью. Имя Бога. О рождении свыше. Как важно быть готовым к любым обстоятельствам, к любому времени. Понимая, что Бог готов действовать всегда через нас, показывать людям Бога всегда. Есть много и остальных примеров жизни Христа. Потому что Христос в четырех евангелиях описан. И везде мы видим, что Христос идет из селения в селение, рассказывая людям о Царстве Божьем, исцеляя, проповедуя. Вы знаете, хорошее служение есть по нескольким церквям, насколько я замечал. Это общение с людьми, которые имеют физические какие-то недостатки. Особенно это с детьми, ну или с более взрослыми. Которые готовы открыться и которые готовы прийти к Богу. Они с родителями приходят в церкви. Они готовы слушать, они готовы молиться, они готовы участвовать. Вот к любому человеку как важно найти подход и умение подойти и показать человеку Бога. Будь то человек без образования, без состояния, имея какие-то недостатки физические или еще какие-то нужды, проблемы, переживания. Показать людям Бога, каков Он есть. Сейчас, в данный момент. И который готов слушать, помогать и отвечать на молитвы людей. И готов призвать покаяние. Христос жизнью Своей показал Бога. Уже в Евангелии от Иоанна там дальше идет главы, где Христос с учениками уже в горнице там разговаривает. И Он говорит, я прославил тебя на земле. Это Христос молится Богу. Я прославил тебя на земле. Это не значит, что Он только песни пел. Да, вот мы говорим, прославим Бога пением. Или стихотворением. Христос не только лишь там пел с учениками, но Христос жизнью Своей Он показал Бога. И вы знаете, как важно, когда мы с вами придем к Богу уже на небо, тоже сказать такие слова. Я прославил тебя на земле. Вот совершил то дело, которое ты предназначил мне исполнить. Я когда был совсем молодым подростком, для меня казалось, ну, не имеет значения, чем я занимаюсь в церкви. Главное, трудиться. А уже взрослее, понимаешь, Господи, а вообще, что ты хочешь от меня? Столько труда и в благовестии, и в служении, и в церкви. Господи, а что ты хочешь от меня? Как важно не делать то, что я хочу, а делать, Господи, то, что ты хочешь, чтобы я делал. Написано, дорожите временем, потому что это не лукавы. Другими словами, делайте вещи правильно, потому что времени вообще почти нет. У нас нет времени много размышлять, много думать, да, Господи? Покажи, что я должен сделать для тебя. Что я могу сделать для тебя полезного, доброго, чтобы придять там на небе, прославить тебя со всеми христианами, и сказать, я прославил тебя на земле и совершил то дело, которое ты предназначил мне исполнить. Вот благослови нас Бог жить такой жизнью не для себя, а для людей и для Бога. Аминь.